Хотелось бы понимать, в каком процентном соотношении у нас тут собрались тестировщики, девелоперы, автоматизаторы. Есть ли вообще девелоперы среди нас? Ага, отлично. Немножко рук. Ну, в принципе, ожидаемо. А девопсы есть? Один. Отлично. Автоматизаторы? Преимущественное большинство внезапно. Окей. Вот вчера Никита задавал вопрос точно такой же, но мне не видно было количество рук. А есть автоматизаторы, которые умеют читать код. Ага, супер. Большинство умеет читать код. Хорошо. Так, и будет небольшой спойлер. В процессе доклада я буду показывать код внезапно. И, собственно, от вас будет требоваться найти как можно больше ошибок в этом коде. Ну, то есть это не обязательно прям суперявные ошибки, но тем не менее. Я вам обязательно скажу, когда это будет происходить, чтобы вы подготовились и немножко взбодрились. Ну, а для того, чтобы у вас была лучшая мотивация для этого всего, я тут приготовил небольшие подарочки от Waverly, компании, в которой я работаю. Тут даже есть вот такая вот няшная чашечка с пандочками и Quality Assurance Engineer надписи. У меня даже самого такой чашки нет, так что я буду вам завидовать по этому поводу. Так. Окей, с этим определились. И теперь мне нужен ассистент. Кто-то из первого ряда. Ну, давай. Не, не, не сейчас. Не сейчас. Можешь пока сидеть. То есть, когда я скажу, твоей задачей будет считать количество ошибок найденных аудиторией. Конечно. Собственно, если, допустим, какая-то проблема встречается несколько раз, то есть, допустим, в трех строчках кода, это уже три проблемы, а не одна проблема. Запомнил? Так. У нас парочка минут еще есть. А, уже все? Можем начинать? Окей, друзья. Давайте начинать. Очень приятно видеть такое большое количество людей, которым небезразличное качество своего кода. Несмотря на предобеденный период, я все же надеюсь, что у вас хватит сил и концентрации для того, чтобы впитать всю ту информацию, которую собираюсь с вами сегодня поделиться, чтобы уже в понедельник иметь возможность применить соответствующие техники и подходы у себя на проектах. Немножко обо мне. Меня зовут Сергей Король. Тестирование уже более 8,5 лет. Преимущественно занимаюсь автоматизацией и улучшением различного рода процессов. В свободное от работы время подконтрибьючиваю в некоторые популярные open-source фреймверки и библиотеки, среди которых, наверное, всем известны Allure, TestNG. У меня есть собственные наработки, с которыми можно познакомиться на моем GitHub-канале. Ну и, собственно, по любым вопросам можете пинговать меня либо в Slack, либо посредством e-mail. Кстати, если у вас есть Twitter, у меня тоже есть Twitter, так что присоединяйтесь. Буду рад новым контактам. Окей. Тема у нас связана с качеством тестового кода. Соответственно, нужно для начала понять, что же такое качество кода в принципе. На самом деле, сколько людей, столько и мнений, но вот некоторые считают, что качество кода напрямую зависит от простоты его восприятия, поддержки, использования, другие же в противовес считают, что уже сам факт соответствия требованиям, поставленным к продукту, автоматически делает их код качественным. Ну, я думаю, каждый из вас хотя бы раз в жизни слышал фразы в стиле, ну, главное, чтобы работало, да. А как там внутри все устроено, уже никого не волнует. Ну и IT Software Quality Consortium опубликовал список основополагающих критериев, которым должен соответствовать любой разрабатываемый продукт, среди которых надежность, эффективность, секьюренность и так далее. Все это, конечно, очень классно, но, как вы и сами, наверное, уже догадались, оно мало чего общего имеет в современной автоматизации. И достаточно большая редкость встретить тестировщика, который бы активно использовал какие-либо quality tools у себя на проектах. По совершенно разным причинам я не хотел бы вдаваться в подробности, давайте лучше попытаемся понять, а зачем нам в принципе это нужно, следить за качеством своего кода. Ведь, по сути, он никогда не попадет в продакшн, да. То есть, что вообще заморачиваться. Я сейчас немножко порассуждаю. Ну, вот в первую очередь, наверное, это минимизация технического долга. То есть, давайте смотреть правде в глаза. Большинство автоматизаторов не являются профессиональными программистами. Соответственно, вероятность постоянного роста технического долга достаточно высока. Что впоследствии может привести к тому, что время, затрачиваемое на поддержку ваших решений, будет значительно превышать время на написание новых вещей. Что в итоге сделает вашу автоматизацию неэффективной. Второй момент, ну, он, наверное, носит немножко такой философский характер. Подозреваю, что большинство здесь присутствующих считают, ну, включаясь меня, естественно, считают себя инженерами. Инженерами по качеству. Так? Так вот, что это за инженер такой по качеству, который не в состоянии обеспечить качество своего собственного кода? Задумайтесь на секундочку, сколько вы времени тратите на код-ревью? Сколько вы времени тратите на поиск глазами каких-то совершенно очевидных проблем, ну, в стиле там несоответствия name convention, или там съехавшее форматирование, какие-нибудь сравнения объектов между собой через равно-равно и aniquels. Ну, причем команды попадаются достаточно разносорсные, как правило, то есть в плане скиллсета. И процессы ревью, как правило, затягиваются на долгие дни с обилием комментов. У начинающих автоматизаторов это может развить комплексы, они будут бояться создавать новые pull-request и бояться показывать кому-либо свой код. Соответственно, у многих процесс ревью ассоциируется с чем-то, с какой-то невероятной болью. И тут возникает логичный вопрос, а можно ли как-то сделать этот процесс более, ну, точнее, менее болезненным, при этом сократив время на ревью и держа планку качества нашего кода на достаточно высоком уровне, независимо от того, каким скиллсетом обладают члены нашей команды. Далее попытаюсь ответить на все эти вопросы. Мы будем постепенно импровить наши подходы. В первую очередь посмотрим на, как можно внедрить средства статического анализа кода на локальном уровне. Далее я покажу, как все это вынести на уровень CI с Дженкинсами, докерами, ну и прочей хипстерятины. Ну и в завершении я расскажу, как не просто запускать какие-либо quality чеки, а еще иметь при этом возможность собирать и анализировать разнообразные метрики качества, отслеживать тенденции деградации или улучшения нашего кода во времени при помощи Sonar Cube сервера. Окей. На текущий момент в Java мире одним из наиболее популярных тулов для статического анализа кода является CheckStyle, PMD и FindBucks. В целом они преследуют единую цель, то есть поиск каких-то проблем в нашем коде. Значит, ну отличаются немножко по характеру искомых проблем. То есть это могут быть какие-то совершенно очевидные вещи по типу несоответственным конвеншенам до каких-то более серьезных проблем, связанных с дизайном, перформансом, multithreading и так далее. Все эти плагины в целом идут из коробки в Gradle в том же, но требуют некой начальной конфигурации. Собственно, чтобы избежать этого overhead с конфигурацией, мы воспользуемся Gradle Quality плагином, который, по сути, активирует все три тула в Gradle и предоставляет некую дефолтную конфигурацию для каждого из них. Далее, по сути, этот плагин натравливается на наши исходники, ну и генерирует в конце репортики. Ну, то есть это XML, HTML и консоль логи. Далее я покажу, как заимпровить немного этот подход путем внедрения quality рулов для анализа нашего кода непосредственно в саму среду разработки, что нам позволит получить разнообразные плюшки по типу on-fly feedback, состояние нашего кода с синтекс-хайлайтом и так далее. Ну и в завершении этой мини-темы я покажу, как автоматизировать процесс поиска проблем в нашем коде посредством гитхуков. Окей, будем сейчас искать проблемы. Но прежде чем начинать, нам нужен, логично, что нам нужен какой-то контекст, то есть тестируемое приложение. Это простенькая логин форма, написанная на React. В целом ее можно найти на гитхабе, это React.boiler.plate. Представим некого абстрактного автоматизатора Васю, которому необходимо автоматизировать позитивный сценарий авторизации. То есть по сути, что он делает? Он логинится с админ-креденшелами и вот на дэшборд-скрине, сейчас увеличу, надеюсь, видно. То есть его задача извлечь юзернейм, по сути, из этой лейблочки и сверить с неким expected результат. То есть в принципе достаточно простая задача. Вася у нас товарищ продвинутый, уже кое-что почитал в веб-драйвере, в page object, имеет неплохую посещаемость на stack overflow. Собственно, у него не возникло никаких проблем с написанием такого простенького теста. По сути, что он делает? Он получает админ-юзера посредством дейта-провайдера, открывает логин page, логинится с соответствующим юзером и верифайт, что на дэшборд-пэйже юзернейм равен никому expectation. Ну, как вы сами понимаете, все это лишь вершина айсберга и в процессе написания кода Вася допустил ряд оплошностей. Соответственно, ваша задача сейчас будет найти как можно больше проблем в коде. Код достаточно простой. Я думаю, многие из вас уже с подобными вещами сталкивались, но тем не менее. Ну, давайте посмотрим вначале на юзера. Сейчас чуть-чуть сделаю. Больше или видно? Нормально видно? Я думаю, да. Класс юзер, у которого есть юзернейм, пасворд, список ролей, конструктор, геттеры. Вроде бы все достаточно очевидно. Есть ли здесь какие-то проблемы? Поднимаем руки. Еще раз. Ага, отлично. 16 строчка. Роуз. Правильно. Это называется self-assignment. По сути мы передаем в качестве параметра список ролей и дальше вместо того, чтобы присвоить их instance переменной, мы осанним их сами на себя. Окей, еще. Давай. Ага, отлично. Что должно быть вместо этого? Лист. Дублирую вопрос. То есть не вопрос, а ответ. Лист, linked list, слишком конкретный тип. Вот. И в качестве предложения для фикса нужно использовать лист. То есть более общий тип. А как называется эта проблема? Кто скажет, сразу получит подарок. Как вот называется вот эта проблема, когда нам по сути не рекомендуют использовать более конкретный тип имплементации, а более общий тип? Что, что еще раз? Нет, нет. Пожалуйста. Ну да, это верно. Как называется вот эта проблема? Пожалуйста. Да, то есть, ну в целом называется это loose coupling, то есть слабая связываемость. Ну в целом, если охарактеризовать эту проблему, ну вообще на уровне рефакторинга, допустим, мы сейчас объявили linked list, завтра нам понадобится использовать array list вместо linked list, соответственно это приведет к тому, что нам придется рефакторить модель, да, вместо того, чтобы просто заранее объявить более общий тип интерфейса, лист и передавать в качестве параметра конструктору либо array list, либо linked list, то есть если сделать еще более общий тип типа collection, да, туда и можно и set передавать, потому нужно всегда думать перед тем, как вот такие более конкретные типы указывать в качестве полей вашего класса. Окей, еще какие-то проблемы? Пожалуйста. Ну совершенно, ну хорошо, здесь нет конкретной привязки к конкретному приложению, да, но можно считать его там и DTO-шкой, но неважно. Давай, какие проблемы? Супер, все, достаточно филды private, visibility modifier у нас нет, то есть это package level видимость, соответственно это тоже проблема. Ты считаешь количество проблем? Нет, сеттеров нет. Not null проверок нету. Кто согласен с этим? Нужны ли нам здесь проверки на not null? Окей, еще тогда, пожалуйста. Как это сделать? Сделать класс мутабельным. Дублирую. Сделать final поля. То есть, ну по сути много ходит дискашеном относительно того, нужно ли нам делать наши объекты mutable или они должны оставаться mutable, но в идеале, конечно, мы должны стремиться к immutability. Соответственно, наши филды должны быть, иметь ключевое слово final. Окей, пока здесь останавливаемся, давайте пойдем дальше. К следующему классу. Это у нас dashboard page, обычный page object. Собственно, здесь CSS selector, который работает с соответствующей лейблочкой и метод username, который парсит эту лейблочку, получает подстроку между запятой и восклицательным знаком. То есть, если мы еще раз обратим внимание на dashboard page, username находится как раз между запятой и восклицательным знаком. Окей, переключаемся обратно на идею. Какие здесь есть проблемы? Кто видит? Название переменной. Как должно быть? Кмлкейзом. Супер. Правильно. Еще какие-то есть проблемы? Final. Верно. Хорошо. Так, сразу скажу, человек, который, не помню, на втором ряду правильно сказал насчет конкретного типа linkedest, потом подойдешь, получишь подарок. Так, хорошо. Давайте дальше. Еще один класс посмотрим. Attachment Utils. Он занимается attach'ем скриншотиков к Allure Report. Есть ли здесь какие-то проблемы? Поднимаем руки. Import. Совершенно верно. Unused import. Вот эта серенькая. Ну, конечно, мне и самому плохо отсюда видно, но тем не менее, вот эта часть с импортом, он у нас неиспользуема. Хорошо. Еще проблема. Final в параметрах. Сейчас, стоп. Final параметры. Ну, конкретно здесь незачем, но в целом это тоже требует отдельного дискашена. Нужно ли использовать final в параметрах или не нужно. Сейчас мы не будем на этом останавливаться. Есть ли еще проблемы какие-то на уровне класса? То есть это утилитный класс. Что мы знаем о утилитных классах? Пожалуйста. Супер. Приватный конструктор. А зачем? Да, чтобы лишний раз не создавать, не плодить объекты этого класса. Утилитный класс, фактически его характеризует то, что у него нет стейта. То есть зачем нам, собственно, плодить объекты таких классов, если у него нет стейта? Мы можем напрямую вызывать статический метод. Хорошо. Окей. Давайте пока на этом приостановим и посмотрим, как с той же задачей… Ну, вот мы сейчас нашли… Кстати, сколько багов мы нашли? 11 багов. Окей. В принципе, неплохо. Сейчас мы посмотрим, как с этой же задачей будет справляться quality tool-ы. Как я уже сказал, нам достаточно подключить одного плагина. Подключение одного плагина. Это его айдишник. И у нас, в принципе, уже идут коробочные решения для PMD, FindBucks и CheckStyle. Значит, я уже подготовил два таска. CheckQuality main, CheckQuality test. Первый анализирует содержимое main фолдера. Второй анализирует содержимое test фолдера. И на выходе мы получаем репортики. Ну, заглядывать внутрь репорта я не хочу. Нас интересует в данном случае консоль логи. Давайте смотреть, что у нас нашли наши плагины. CheckStyle нашел 11 вайлэйшенов в трех файлах. Если пролистнуть чуть ниже, FindBucks у нас нашел три проблемы. Если пролистнуть еще ниже, PMD у нас нашел целых 17 вайлэйшенов. Итого 31. А глазами мы нашли сколько? 11. Окей, давайте смотреть более подробно, что же за проблемы у нас были найдены. Ну, вот первое, например. Missing Java document в классе user. Собственно, идея заключается в том, что в целом публичные API, они должны быть документированы. Кто с этим согласен? Поднимите руки. А кто с этим не согласен? Кто бы сомневался, Андрей? Хорошо. Так, у нас есть два варианта. Либо я сейчас добавляю Java doc в каждый из классов, и вы с неописуемым восторгом до конца нашего мероприятия наблюдаете за этим всем делом, либо мы просто отключим это правило. Ну, давайте я подключу. Давайте я покажу, как это все дело отключить. Значит, Gradle Quality плагин нам позволяет сгенерировать дефолтную конфигурацию для чекстайла PMD и FindBox. То есть она у него зашита уже глубоко внутри. Посредством вызова init quality config task мы можем все эти XML сгенерировать на уровне Gradle Config фолдера. То есть наша задача теперь открыть чекстайл.xml и найти соответствующее правило. Java doc type. Вот он, Java doc type. Супер, мы его нашли. Чтобы его отключить, можно просто закомментить его или вообще удалить. Теперь, если я перезапущу те же самые таски, чекстайл у нас уже нашел 8 вайлэйшенов вместо 11. Окей, давайте смотреть, что еще нашел чекстайл. Вот, например, дизайн issue. То есть уже называли variable user name must be private and have accessor message. И причем таких вайлэйшенов целых три. На каждый филд, instance филд нашего класса. Дальше. Coding issue. Assignment of parameter roles is not allowed. Тоже называли уже проблему эту. Coding. Вот эту, кстати, проблему никто не назвал. String admin appears two times in the file. Ну, может, конечно, его было плохо видно. Но, тем не менее, идея заключается в дублируемости строк. То есть у нас в одном файле было найдено две одинаковых строки. То есть это первый кандидат на вынесение либо куда-то в константы, либо во внешние файлы. Но, как правило, при реальных кейсах у нас такой проблемы не возникнет, поскольку, скорее всего, мы будем вычитывать данные из каких-то внешних источников. Но, тем не менее. Дальше смотрим. Label. Это naming issue. Называли уже совершенно верно, что у нас по name convention мы должны использовать camel case на дэшборд-скрине. Anused import тоже называли в attachment utils. Design issue. Utility classes should not have public or default constructor. Тоже называли уже. Ну и давайте вот тоже покажу. Это все чекстайл нам сгенерировал. Интересно посмотреть на что-то более сложное. Вот он. То есть проблемы с интерфейсами. С использованием конкретного типа, места типа интерфейса. Loose coupling, avoid using implementation types like linked list use interface instead. То есть это более сложная проблема. Ну, кстати, наверное, большинство автоматизаторов о ней не знают. И часто посредством ревью чего-то кода видно, ну, она возникает, эта проблема. Окей, на этом мы приостановим нашу сессию. В принципе, эти тулы работают достаточно классно, но есть у них большой недостаток. То есть каждый раз, когда нам нужно найти какую-то проблему, мы перезапускаем все вот эти gradual tasks. Соответственно, в зависимости от размера нашего проекта, это может занять некоторое время. Вот. И нам бы не хотелось тратить это время для получения всех этих violation. Что для этого нужно? Для этого нужно… Ну, есть на самом деле несколько вариантов. Я вам покажу следующий. На уровне идеи есть соответствующие плагины для чекстайла, PMD и Finebox. Пока у меня будет перезагружаться идея. Он уже у меня был установлен. Подождем немножко. Я вам пока расскажу, что делает этот плагин. Плагин позволяет загрузить XML, ту, которую мы только что модифицировали для чекстайла, например. И последствия она будет использоваться для динамического анализа того, что у нас происходит в коде. То есть посредством написания нового кода мы сразу будем получать фидбэк о потенциальных проблемах. Пока у нас все это индексируется. Причем это все будет выражаться на уровне синдекс хайлайта. Сейчас мы это как раз и увидим. Надеюсь. Вот. Супер. Я уже подключил XML соответствующую на уровень плагина. И теперь у нас появился синдекс хайлайт. То есть мы сразу видим красненькую ошибку на импорте. То, что у нас unused import. Мы видим ошибку на паблике. От чекстайла utility classes should not have private or default constructor. То есть теперь у нас уже вероятность того, что мы нафакапим во время девелопмента резко снижается. То есть мы получаем on-fly feedback от самой идеи. Все это тоже прекрасно работает. Но, как вы и сами понимаете, все вот эти синтаксические плюшки, они не спасут нас от читеров, которые могут просто-напросто проигнорировать все эти violation и закоммитить деструктивный код в репозитории. Как с этим бороться? Бороться с этим можно на уровне гид-хуков. Собственно, в скрытой директории гид, когда вы инициализируете репозиторий, либо клоните, у вас появляется, собственно, в руке репозитория папочка гид-хукс. И, по сути, хук представляет из себя набор неких команд, которые привязываются к определенному гид-эвенту. В нашем случае нас интересует commit, commit-эвент. То есть мы хотим запускать все эти правила, check style main, check style test, до непосредственного коммита. Для этого создается файлик про commit. Примеры таких файликов можно найти в самой скрытой директории гид-хукс. То есть там есть сэмплы, они неактивные. Удаляя расширение, вы получаете рабочий хук. Там много разных примеров на всякие гид-эвенты. В нашем случае нас интересует про commit. Давайте теперь посмотрим, как это работает. То есть у меня, пардон, еще один момент. Собственно, этот файлик сейчас лежит в руке репозитория. И нас интересует, каким образом можно автоматизировать саму инсталляцию этого гид-хука, чтобы каждый раз не лезть в, допустим, в скрытую директорию, не копировать вручную этот файлик туда. К тому же люди, пришедшие только что на проект, они могут об этом вовсе забыть или забить. То есть нам бы нужно как-то избавить их от этой головной боли. Для этого можно написать кастомный Gradle task, copy task, который по сути будет заниматься чем? Он будет копировать про commit файлик в скрытую директорию гид-хукс. Далее этот файлик можно привязать, ну точнее этот task можно привязать к какой-нибудь стандартному гид-таску, например, билду. Соответственно, при первом билде у нас файл попадет в гид-хукс и следующий commit у нас уже будет работать с соответствующими командами. У нас как раз есть модифицированный файл. Я вызываю окно коммита. Но по сути мы ожидаем, что эти файлики никогда не попадут, ну никогда не закоммитятся. Давайте посмотрим, что нам на это скажет идея. Ну процесс, естественно, занимает намного больше времени, чем в случае с обычным commit, с обычной commit операцией, которая очень дешевая. И вот мы видим, что у нас commit зафайлился. И если в целом сейчас открыть event log, то можно видеть, что commit упал на, собственно, чек-стайл main вайлэйшенах. Вот все те проблемы, что мы видели в консоли до этого посредством ручного запуска тасков, они появились у нас при коммите. Окей, давайте по этой теме немножко подведем итог. Что нам дает использование всех этих quality tool-ов? Ну, во-первых, следуя неким стандартам индустрии, мы делаем наш код более предсказуемым. Соответственно, люди, которые в итоге будут его рвивить, им не нужно будет тратить уже кучу времени на поиск глазами совершенно каких-то очевидных проблем. И они уже смогут акцентировать внимание на каких-то более серьезных архитектурных проблемах, либо связанных с логикой приложений и так далее. Помимо этого, данный подход позволяет вам учиться на своих ошибках. То есть самые глазастые, наверное, заметили, что каждый вайлэйшен в консоли сопровождается линкой на документацию. То есть вы можете перейти по этой линке и почитать, почему так делать нельзя, ну или не рекомендуется. Ну и при этом следует помнить, что все эти рулы, они не высечены на камне. То есть нужно всегда включать голову. Проекты бывают разные, требования бывают разные. Если вам какие-то рулы не нужны, то их можно смело отключать. Ну вот как в случае с javadoc. Окей, поехали дальше. Следующая тема у нас касается вынесения всего этого дела на уровень CI. Для этого нам понадобится совершенно любой CI сервер. Например, Jenkins в данном случае. Совершенно любой version control. В данном случае Bitbucket это будет. Ну и всем известные товарищи. Docker, Celenoid, Allure, Gradle. Ну я думаю, любые, все эти титулы, они не нуждаются в особых представлениях. Гораздо более интересно, как вообще все это дело совместить вместе. Представим, что мы готовы создать pull request с какими-то изменениями из нашего форка в основной репозиторий. В этот момент что происходит? В этот момент срабатывают заранее сконфигурированные на Bitbucket и хуки, которые посылают запрос Jenkins'у с просьбой создать новую джобу, привязанную к конкретному pull request. Далее Jenkins, он у нас товарищ сообразительный. Он находит в руте репозитория Jenkins файл, который представляет из себя pipeline операций, которые будут выполнены в свою очередь во время билда. Среди этих операций может быть чекаут исходников из репозитория, из нашей бранчи. Или старт каких-нибудь сервисов. То есть, допустим, у вас основное приложение, ну или UI собирается в Docker контейнер. Вы можете все это связать с каким-нибудь селеноидом, который позволяет менеджить браузеры. Далее все это дело запускается посредством Gradle. То есть мы раним quality check, мы раним тесты. Когда нам уже контейнеры не нужны, мы их останавливаем и публикуем результаты. Как теперь все это дело завести, чтобы оно при этом работало на уровне кода? Как бы мог выглядеть наш pipeline? То есть вот этот Jenkins файл, ну это на самом деле очень упрощенная его версия, но тем не менее, чтобы немножко придать понимание, по сути он разбит на разнообразные фазы. Фаза чекаута, как мы видели на схеме, фаза старта сервисов. Это может быть какой-нибудь Docker Compose, который объединяет наши контейнеры в единую подсеть. Обращение к Gradle Wrapper, который запускает соответствующие таски по анализу нашего кода и запуску тестов. Остановка контейнера, публикация репортов. Допустим, если вы используете Allure. И публикация quality репортов. PMD, CheckStyle и FindBox. В данном случае использовались Shared Libraries. Jenkins позволяет вам создавать глобальные библиотеки, которые инкапсулируют по сути какой-то overhead с дефолтной конфигурацией. То есть если вам нужно переиспользовать одни и те же вещи на разных проектах, почему бы нет? С исходниками вы можете познакомиться на моем GitHub. В принципе уже все доступно. Единственное, еще README нормально не добавил, потому можете подождать. Я думаю, в течение пару дней все это дело появится. Ну и как бы выглядел наш Docker Compose. По сути, то есть самый привитивный кейс с использованием селеноида и нашего реактовского приложения с логин-формой. В случае с селеноидом это совершенно дефолтная конфигурация. Ее можно найти на официальном сайте. Единственное, на что здесь следует обратить внимание, это прилинковка двух контейнеров. По сути, нам нужно сказать, что они должны друг друга видеть. При этом само реактовское приложение, так как оно стартует на трехтысячном порту, нам этот порт нужно заэкспозить селеноиду, чтобы браузеры имели возможность связываться с нашим основным приложением. И что еще является таким примечательным моментом, в зависимости от того, на каком уровне вы будете использовать ваш pipeline, то есть если это, допустим, какой-то независимый флоу, вы раните автотесты независимо от основного development flow, тогда тег у основного приложения может быть, ну, допустим, latest, это какой-то фиксированный тег development branch. В случае с интеграцией вашего automation pipeline в основной development flow, когда вы предполагаете сборку контейнера с, допустим, UI на этапе создания pull request девелопером, то есть если вы хотите прогнать все тесты, уже непосредственно на этапе создания pull request. В этом случае тег может быть переменным и уникальным. То есть вам не нужен какой-то постоянный контейнер, то есть вам не нужно его куда-то потом складировать, вы можете создавать временный контейнер и когда после прогона теста выяснилось, что все ок или не ок, этот контейнер будет подчищаться, допустим, при помощи команды docker.rmii. Окей, что нам дает вынесение всех этих туллов на уровень CI? Ну, во-первых, это быстрое падение, грубо говоря. То есть вы получаете возможность, скажем так, получать фидбэк достаточно быстро уже на этапе создания pull request. То есть вам не нужно ждать, когда это все дело задеплоится куда-то там на тест или на, я не знаю, стейджинг какой-то, не дай бог. Вот. И, соответственно, весь этот процесс значительно упрощает код review. То есть reviewer ориентируется уже на статус билда. То есть если они видят, что билд зафейлился, билд красный, это знак, что либо у нас тесты упали, либо какие-то проблемы с качеством нашего кода. Соответственно, пока инициатор review не пофиксит эти проблемы, мы можем даже не начинать review. То есть что существенно экономит время. Весь этот процесс улучшает видимость того, что у нас происходит на проекте для всех членов команды, для всех стейкхолдеров. Соответственно, у каждого члена команды, в свою очередь, повышается ответственность за то, что они пушат в репозитории. То есть уже как бы риск фокапа значительно снижается. Как теперь ко всему этому делу прикрутить сонар? Кто не знает, что такое сонар? По сути, сонар представляет собой централизованную точку доступа для сбора и анализа разнообразных метрик качества. То есть, по сути, все вот эти результаты запуска, quality check, они складируются на отдельном сервере, что позволяет вам потом зайти, проанализировать результаты, оценить уровень технического долга, предсказать приблизительное время на фикс и так далее. Как подцепить сонар в нашу схему? По сути, он работает тоже по тому же принципу вебхуков. Он прекрасно интегрируется с разнообразными ECI, version control системами. По сути, вам нужно указать адрес Jenkins, например, для получения фидбэка. То есть, мы создаем pull request. Посредством вебхуков идет запрос на Jenkins. Jenkins обращается к Gradle. Gradle, в свою очередь, уже вместо использования Gradle плагина, Gradle quality плагина, обращается к сонару. Сонар анализирует сарсы. И в зависимости от того, превысили ли мы тот, скажем так, критерий качества, заранее установленным на сонаре, у нас либо будет fail build, либо все будет хорошо. Окей, давайте смотреть, как это все выглядит вживую. Ну, почти вживую. Положим, что мы уже готовы создать pull request с нашей фичи бранчи в, допустим, development branch основного репозитория. В этот момент у нас есть последний шанс проанализировать то, что мы собираемся, собственно, мерзжить. В данном конкретном случае я специально удалил приватный конструктор. помним, да, что attachment utils, utility class, соответственно, по идее сонар должен эту проблему обнаружить. При этом на уровне build Gradle мы заменяем Gradle quality плагин с сонар кьюб плагином. Пайплайн тоже перетерпевает изменений. Вместо check quality main и check quality test task мы уже используем сонар кьюб таск. И приблизительно такие же изменения касаются и хука, прокоммит хука. Окей, мы готовы создать pull request. Мы вводим title и description. То есть это у нас позиция инициатора review. Подцепляем админ ревьювера. То есть это будет один всего ревьювер. Но для нас это будет достаточно. Создавая pull request, первое, что нас интересует, вот самый первый момент, это что происходит на Jenkins. Как мы видели уже из схемы, у нас срабатывает githook, заранее сконфигурированный. В этот момент Jenkins автоматически создает job. То есть вам не нужно в принципе париться по этому поводу. У вас уже есть готовый pipeline, вы руками ничего не делаете. Jenkins создает job, привязывая ее к pull request, к идентификатору pull request. На странице job можно лицезреть тот pipeline, который у нас описан в Jenkins файле. То есть все эти стейджи, они визуализируются на уровне job. То есть там check out, start services и так далее. В данном случае в принципе build ожидаемо зафейлился. Зафейлился он на степе quality gate. Теперь осталось понять, что же вообще произошло, как анализировать результаты. Причем на уровне самой job у нас оттачатся два отчетика, альюровский и сонаровский. Если перейти в альюровский отчет, то в целом здесь все зеленое, все хорошо, наш тест запасился. То есть он успешно приконнектился к контейнеру, залогинился и в принципе из скриншотика видно, что все было замечательно. Наибольший интерес здесь для нас как раз представляет, что в этот момент произошло на сонаре. То есть перейдя по соответствующей линке на сонар сервер, первое, что нам бросается в глаза, это зафейлившийся quality gate. Причем зафейлился он сразу по трем критериям. То есть у нас количество критикалов, менеджеров и кодсмейлов превысило допустимую норму. Здесь же на агрегированном дешборде отмечаются так называемые лики. То есть те issues, которые были заинтродюшены в рамках данного билда по сравнению с предыдущими. Причем у нас даже отмечается приблизительная оценка на фикс этого issue. Далее нас скорее всего заинтересует вкладка issues. То есть это наиболее интересная вкладка. По сути она агрегирует все те ошибки, все те violations, которые были найдены в процессе анализа. Существует достаточно интересная система фильтрации. То есть мы можем группировать issue как по количеству, так и по эфорту. То есть приблизительное время на фикс этих всех проблем. То есть если взглянуть например на категорию severity, у нас есть critical и менеджеры. Если перейти допустим на менеджеры, все они отфильтруются. И найдя нужную проблему можно пронавигироваться прямо непосредственно в код сниппет, где эта проблема возникла. То есть в нашем случае это attachment to tools. То есть у нас не хватает приватного конструктора. То есть если нам нужны детали, мы совершенно спокойно можем пронавигироваться внутрь. То есть посредством нажатия трех точек. Здесь же будет детальная информация о том, почему это проблема, почему так делать не стоит или почему так делать стоит. Причем не только, скажем так, анализ проблемы, но и, скажем так, solution. Возможность solution на этот счет. Это в тему о том, почему вы начинаете учиться на своих ошибках. Соответственно, если мы согласны с тем, что это ищем, мы можем его законфирмить и приассайнить ответственного за фикс этой проблемы. Окей. Теперь посмотрим на вкладку measures. То есть мы уже отметили, что в целом, ну вот, например, software quality consortium у нас опубликовал список критериев, которым должен соответствовать любой разрабатываемый продукт. И вот они здесь все практически перечислены. То есть надежность, maintainability, поддерживаемость, security и так далее. Соответственно, пронавигировавшись на нужную вкладку, мы можем посмотреть, что же происходит в нашем коде на уровне поддержки. Насколько его легко поддерживать теперь стало. А в целом, как бы есть градация на, по, собственно, количеству violationов и по рейтингу самому, по уровню поддерживаемости. И наведясь, например, на определенный кружочек, мы видим, что в attachment utils у нас сейчас вот есть code smell и overall rating C. Ну, то есть вот по этой американской системе. Что не есть хорошо. Слева у нас в целом есть достаточно неплохая схемка, которая предоставляет нам возможность оценить те проблемы, которые у нас были заинтродюшены в рамках текущего билда и некий overall rating. Quality profile. То есть это тоже одна из наиболее интересных тем. То есть чтобы иметь возможность анализировать наш код, нам нужно предоставить список рулов. То есть в случае с Gradle quality плагинов это все управлялось XML-ками. На сонаре есть уже, скажем так, дефолтная preceded конфигурация, которая для Java, вот в случае с Java, содержит приблизительно 230 рулов, то есть из коробки. И причем, что самое интересное, эти рулы объединяют в себе check style и PMD, по сути, с некоторыми модификациями. То есть ребята там с сонара подтюнили все это дело, они не совсем согласны с тем, что предоставляют дефолтные плагины, но это отдельная тема для разговора. Соответственно, если нам нужно подключить что-то еще, ну допустим, find bugs для анализа, мы можем установить соответствующий плагин и унаследовать уже готовую конфигурацию. То есть в итоге у нас все правила объединяются, и вот в данном случае на выходе получается целых тысячу рулов, которые натравливаются на наш исходный код при каждом билде. Quality gate позволяют нам задать вот те самые condition и критерии качества, которым должен соответствовать наш билд. То есть это может быть, например, количество блокеров, код смеллов, критикалов. То есть оно не должно превышать определенной нормы заранее заданной. То есть если хотя бы одно из этих правил фейлится, мы соответственно фейлим весь билд. Окей. Теперь посмотрим, как бы выглядел тот же самый процесс со стороны ревьювера. То есть мы подцепили админа для ревью нашего кода. Он логинится в Bitbucket и соответственно видит, что он подписан на определенный pull request, навигируется на данный pull request. И первое, что ему бросается в глаза, это зафейлившийся билд. Зафейлившийся билд, по сути, Jenkins с Bitbucket посредством GitHub, они образуют двунаправленную связь. И мы имеем возможность получить вот этот фидбэк в результатах наших тестов непосредственно в виде линки. в pull request. Пронавигировавшись по данной линке, мы переходим и попадаем на Blue Ocean плагин Jenkins. То есть это такой вот плагинчик, который позволяет еще более няшным образом визуализировать наш pipeline. Все эти операции, которые были выполнены во время билда. Причем, что самое интересное, то есть каждый из вот этих степов, он содержит саб-степы, каждый из которых раскрывается удобным образом и позволяет нам проанализировать логи для каждого степа. То есть вот по сравнению с первым Jenkins, когда нам необходимо было залазить вот в эту консоль логи и анализировать эту простыню, это было просто невозможно. Вот. В данном случае все очень удобненько разбивается по степам. Соответственно, люди, которые будут в итоге анализировать, им уже становится проще. Окей. То есть ревьювер, посмотрев на билд, соответственно, оставляет камин, что, ну, чувак, давай пофиксим в начале sonar violation, а потом будем разговаривать. Отмечает pull request, что он нуждается в доработках. Соответственно, кнопка merge у нас недоступна, потому что мы заранее сконфигурировали список правил, при котором мы можем в принципе merge. Ну, допустим, вот количество аппруверов должно быть не менее одного. То есть хотя бы один человек должен зааппровить. Ну и количество зеленых билдов. То есть у нас не должно быть зафейленных билдов, прежде чем мы сможем смержить. Из своего опыта могу подчеркнуть, что внедрение всех этих инструментов позволило, ну, в наш повседневный development flow позволило значительно увеличить производительность всей команды. То есть у нас эта цифра приблизительно 30%, но у вас это может быть совершенно другие цифры. It depends. Но тем не менее. То есть фактически внедряя тот же Sonar на уровень CI мы получаем непрерывную инспекцию нашего кода. Причем Sonar прекрасно интегрируется с разнообразными CI, с разнообразными version control системами, билд системами. В нашем случае это была связка Gradle, Jenkins и Bitbucket. В вашем случае это может быть все, что угодно, но тем не менее. На вопрос, отвечая на потенциальный вопрос, достаточно ли будет community edition для Sonar? Скорее всего нет. То есть если вы какая-то маленькая команда, стартапчик, то скорее всего Sonar будет overhead в принципе. То есть я бы рекомендовал посмотреть в сторону Gradle quality плагина. Если же у вас какой-то кровавый enterprise, множество команд, то есть люди следят за качеством кода, да, им нужна какая-то вот, скажем так, выборка за определенный период времени для последующего анализа, то здесь как раз Sonar будет наилучшим вариантом. Но единственное, вот лично мне не хватает, очень не хватает в комьюнити-версии анализа по бранчам и непосредственной интеграции в Bitbucket. То есть в платной версии можно установить плагинчик Bitbucket, который позволит фактически получать фидбэк непосредственно в самом pull request. То есть вам даже не нужно будет заходить куда-либо на Sonar, на Jenkins, вы сразу будете видеть те код-сниппеты, которые содержат проблемные места. Ну и в завершении хотелось бы добавить, что независимо от того, какие бы вы там крутые фреймворки или библиотеки не использовали, они не способны защитить ваш код от прогнивания. Соответственно, одной из ваших первоочередных задач, как инженеров по качеству, является предотвращение таких ситуаций. Вы должны стремиться к тому, чтобы постоянно улучшать свой код, свои процессы, чтобы вся команда осознавала вот ту важность и бенефиты, которые вы получите от внедрения всех этих тулов в ваш повседневный development flow. И тогда, а только тогда это позволит расти, развиваться, строить эффективные процессы, как лично вам, вашей команде, так и компании в целом. Друзья, всем спасибо. Больше не смею вас задерживать. С вопросами, ребят, с вопросами тогда уже в кулуарах QR-коды, все линки на, скажем так, тулы, которые сегодня использовались, гитхаб, информацию, контакты. То есть можете просканировать в один клик. Так, и те, кто отвечал правильно, подойдите ко мне, я вам раздам подарочки.